Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Это 5-минутка, очень короткий видеоролик, где я вам покажу, как разогнать видеокарту Radeon RX 560X на ваших игровых ноутбуках. И вообще у меня на канале будет длинное, нормальное, 15-минутное видео, где я буду всё пояснять, объяснять, кому, зачем, почему и в каких случаях. Но так как не всем это нужно, а некоторым прям горит здесь и сейчас, то в этом ролике я просто покажу инструкцию, без дополнительной какой-либо информации, как разогнать видеокарту. То есть сухие факты и просто ваши действия, последовательность ваших действий. Для начала вам необходимо скачать с сайта AMD Radeon последнюю версию драйверов, доступную для нашей видеокарты, это 19.11.3. А если даже появится новее, не страшно, но там ещё есть версия recommended, у которой сборка поменьше, мы качаем именно самую последнюю, из сайта AMD, а не сайта производителя ноутбука. Допустим, у Asus, у других сторонних разработчиков дата драйверов там может быть сентябрь, там июнь-июль, а здесь у AMD это ноябрь, то есть самая последняя версия драйверов для этого видеочипа. После чего запускаете программу MSI Afterburn, ссылочка на неё будет в описании под этим видеороликом, когда она будет загружаться. И в последующем устанавливаться, вам также предложат установить программу Riva Tuner Statistics Server. Она не нужна, то есть в моём случае она не нужна, будет мусор. Хотите, можете поставить. Программа позволяет отдельно в каждой игре регулировать FPS, с которым она будет работать. Ну и плюс выводить вам наложением на экране счётчик вашего FPS, чтобы вы могли убедиться, насколько всё стало лучше. Прирост по этому методу разгона составляет 15%. Это не моё видео, я взял видео другого человека из YouTube, он американец, он мне помог в дополнительных вопросах в комментариях. И в принципе я на себе попробовал, мне очень понравилось. То есть действительно система стала работать очень шустро. Значит свойства совместимости. Здесь ставим галочку, изначально она будет отключена, ставим галочку. И вместо стандартного выбираем расширенное. После чего ставим галочку разблокировать мониторинг напряжения, спускаемся в самый низ. И ставим две галочки. Расширить пределы для официального режима разгона, это вот свойства совместимости AMD. И отключить режим ультра низкого энергопотребления. После чего жмёте ОК. Я жму отмена. Вы жмёте ОК. И вам MSI напишет, чтобы ваши действия применились, необходимо перезагрузить компьютер. Вы соглашаетесь. После чего вы запускаете компьютер, повторно запускаете MSI, чтобы убедиться, что галочки не слетели. Далее заходите в настройки Radeon. Ну, потому что галочки могут слететь именно в разделе совместимость с AMD, которая была в самом низу. Просто повторно ставите, жмёте ОК, перезагружаться уже не надо будет. Значит, запускаем панель настройки AMD Radeon. Заходим в раздел игры. Общие настройки. Если вы всё сделали правильно, у вас появится вкладочка Radeon RX 560X. То есть настройки Wotman. Пока вы не поставите MSI и не выставите эти галочки, здесь была просто общая графика и графика дискретной карточки RX 560. Теперь появилась третья вкладка, и мы будем настраивать вольтаж настройки конкретно для игровой дискретной графики. Значит, смотрите. Первый раз вам нужно будет просто включить здесь, ну, как раз я показываю, специально сбросил, контроль напряжения вручную. После чего здесь вот эти вот два значения нужно будет перебить. На какие? Я вам сейчас покажу. Я загружу свой профиль, я его уже сохранил и просто использую мой профиль. Значит, Radeon RX, производительность 15%. Вы здесь выставляете 939, а в последнем столбце 996. То есть вы меняете только последние два столбца. Остальные значения оставляете такими же. Листаем ниже, и тайминг памяти нам необходимо выставить уровень латентности 2. Всё. После чего вручную уровень латентности 2 предлагается сохранить профиль. Мне сохранять не нужно, потому что он у меня уже сохранён. Здесь нету кнопки «Применить». То есть всё применилось автоматически. Выходим. Сейчас покажу, что всё применилось. В нашем случае после внесения вот этих изменений лучше перезагрузить компьютер. То есть, потому что настройки могут не сохраниться, но у меня сохранились. Ну и, в принципе, карточка уже работает на этих частотах. Давайте посмотрим. Да, вот он уже мониторит. С вами был Владимир. Пока, до скорой встречи. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok